Чипсы это гениальный продукт. Это когда одна картошка продается по цене килограмма. Это очень хороший и удачный бизнес-ход. А еще очень удачный вариант для закуски на ходу. Вкусно и быстро. Как и большинство фастфуд-продуктов, чипсы были впервые приготовлены в США в 1853 году. Очень скоро чипсы стали популярны среди американского бомонда и вошли в меню фешенебельных ресторанов США. Спустя 40 лет чипсы сделали шаг из ресторанов на улицу. Тогда они подавались покупателям в бумажном кульке. А в 1926 году чипсы стали упаковывать в ощеную бумагу. В результате чипсы стало возможным хранить дольше и перевозить на дальние расстояния. Сегодня американец съедает в среднем 3 килограмма чипса в год. А на их изготовление уходит 11% всего картофеля, выращенного в стране. Но когда хрустящие ломтики только-только появились на прилавках американских магазинов, их вкусовые качества были совсем другими. Сейчас же вкус чипсов меньше всего напоминает исходный продукт – картофель. На самом деле, чтобы картошка хрустела, чтобы она не портилась, и чтобы она была вкусная, в неё добавлено огромное количество химических веществ, и в том числе глутамат натрия, то есть усилитель вкуса. Лесные грибы с деревенской сметаной, свежий укроп, жареные колбаски, холодец с чесноком. Слюни бегут от одних только названий на ярких упаковках. И тебя приучают, как вот собаку Павлова, да? Что когда ты видишь вот красненький пакетик, из которого торчит какая-то картошечка, ты нажимаешь на педаль, ну, я имею в виду, да, собаку, и получаешь удовольствие. Так и здесь. Специфические вкусовые качества обладают неким эффектом привыкания. Это особый вид пищевой вкусовой наркомании. То есть, ребёнок уже никогда не будет есть нормальную картошку. Он будет всё время просить картошку с усилителем вкуса. В тот момент, когда человек запускает руку в вожделенный пакетик, он совершенно не думает о том, что ему предстоит наслаждаться достижениями скорее современной химии, чем пищевой промышленности. Производителем одной из самых известных марок чипсов является крупнейший химический концерн. Чипсы, я просто даже почти не знаю, как они выглядят, а сухарики, вот сушёный хлеб, подсушенный хлеб, иногда у меня есть. Ну, действительно, когда дома что-то остаётся, да, ну, не выбрасывать же хлеб. Сухарики. На первый взгляд, в них нет ничего страшного. Подсушенный хлеб – исконно русский продукт. Но щедро присыпанные консервантами, ароматизаторами и разделителями, современные сухарики приобрели новые, небезопасные для здоровья человека свойства. С 2007 года Российское министерство здравоохранения запретило продавать сухари и чипсы в школьных столовых и кафе. Медики категоричны. Количество заболеваний желудочно-кишечного тракта среди школьников растёт в геометрической прогрессии. Основная причина – поголовное увлечение наших детей сухим формам. Я думаю, что запрет на чипсы и на сухарики абсолютно верный. Это всё непотребная еда, с моей точки зрения. Это всё ужасная еда. И давать эту еду есть детям, ну, мне кажется, преступление. А дети же не понимают этого ещё, понимаете? И им трудно различить, вредно-невредно. Шведские учёные выяснили, что в таких продуктах, как чипсы и сухарики, содержится огромное количество опасных канцерогенов. В частности, акриламид. Для справки. Акриламид – белое или прозрачное кристаллическое вещество, растворимое в воде. Известно, что оно повреждает нервную систему и, по данным онкологов, является причиной генетических мутаций и образования опухолей в брюшной полости. Акриламид образуется в результате нагревания, богатой углеводами пищи. Причём, если продукты варить, канцерогены не образуются совсем. А вот во время жарки, наоборот, акриламид вырабатывается очень активно. В самой жарке ничего плохого нет, но те масла, на которых жарят, и использование 6, 8, 10, 15 раз. То есть невозможно в одном и том же масле делать многовариантную обжарку продукта, потому что масло образует очень сильные токсические канцерогенные вещества. А теперь только представьте себе, сколько раз на каком масле жарятся чипсы и какое количество акриламида содержится в них. Стокгольмские учёные утверждают, что на килограмм жареной хрустящей картошки содержание опасного вещества достигает 2000 микрограммов, а это в 40 раз больше, чем в килограмме мясного жаркова. Именно поэтому врачи рекомендуют мясо варить, а овощи готовить на пару. Так продукты сохраняют и питательные вещества, и витамины.